итак запись пошла смотрите ваши снимки здесь есть содержание есть сюжет но здесь нету композиции самое главное чего здесь нет это композиции здесь у нас технически все получилось ну может быть чуть светлее их можно сделать эти снимки это не проблема и здесь есть что что наблюдать но в этой части у нас огромный кусок земли он не нужен мы для этого и проходили занятия три занятия по композиции и у нас были специальные задания на композицию где нужно было один объект с нескольких точек снимать либо с одной точки много разных композиций строить вот это нужно будет еще отработать потому что здесь даже здесь явно нужно было либо присесть либо поискать другую композицию вот это вот упражнение как мы делали самое самое первое занятие вспоминайте где мы на одной точке стояли и искали разные композиции это нужно будет вам сделать снова причем мне сдавать эти снимки не нужно я просто хочу чтобы вы это делали когда вы будете делать новые снимки ищите ищите какие-то композиции здесь возможно если бы у нас даже вот так вот если бы было вот даже если бы было у нас вот так все он бы был совсем другой снимок вы можете когда у вас свет света хватает то вы можете приближать у вас есть возможность на вашем фотоаппарате достаточно смело приближать и если света достаточно то вы можете не бояться того что снимок смажется сейчас технические снимки почти все у нас встали как нужно иногда видно что и со там ваша оператор сам чуть-чуть так фактуру снимка изменяет из-за того что он из со как бы прячет шумы но но вашем с вашей стороны в технические вопросов нет технически все встала композиция оставляет желать лучшего здесь я не понимаю чем этот снимок я все равно не знаю что вы переделывали что-то с москвы было но непонятно о чем это у нас здесь на заднем плане птицы на переднем плане у нас здесь с вами это вот металлические вот эти вот украшения и внизу еще дощечки и у нас обратите внимание кстати я не знаю напишите что вы хотели здесь снять что вы хотели показать обратите внимание какая красивая у нас сзади такая вот в дымку уходит перспектива на заднем плане посмотрите вот вот там вот сзади как как вода потихоньку потихоньку исчезает ряд и совсем как будто бы как как в монохроме она практически хотелось бы сделать снимок один без этой конструкции может быть с уточками может быть без зайти туда и оттуда сделать посмотрите даже не видно как как исчезает вода в небе я даже не пойму даже как это как и как это у вас так получилось как бесконечность уходит потрясающе но вы этого не сделали вы это не сняли а показали что-то непонятное здесь неопределенное получилось здесь вот вы ушли сюда стало точнее вы пришли стало точнее но опять же не хватает акцентов не хватает знаете чего не хватает это вот много где проявляется и вот новые задания которые вы сделали там уже получше там получше потому что точно по заданию было сделано не хватает того чтобы было понятно что на снимке главное чтобы чтобы зритель когда вы показывали точно понимал что вы хотите показать а получается что вы как будто бы увидели и сняли как ну как как вышло если допустим мы даже бы вот так вот сделали может быть может быть так чтобы там какие-то головы меньше отрезались уже стало бы что-то что-то более точное может быть может быть нужно было какого-то одного одну одну птицу одну птицу как-то выделить может быть другую точку найти но когда нет композиции снимок не смотрится а здесь она не получилось вот видите как у нас распределяется здесь вот она как-то уголком вот так немножечко скопление но нету нету нет акцентов здесь смотрите смотрите какой фокус получился здесь у нас взгляд так 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 идет и взгляду легко и эти линии тоже взгляд направляют видите это прежде всего взгляд таким образом Потом он начинает смотреть у нас после этого, начинает смотреть, у нас взгляд может рассматривать, что у нас здесь, что у нас вдалеке, небо какое, может взгляд у нас опуститься на вот эту часть и на небо. Все, снимку, человеку, который смотрит этот снимок, смотреть его становится легче, вы его направили, он уже, то есть он взглядом направился и как бы он уже здесь, он уже встал на это место и дальше просто оглядывается, оглядывается и посмотрел, что есть сверху, что и по бокам есть, понимаете, что можно приближать. Но смотрите по поводу приближать, мы с вами не приближали до этого, потому что у нас технически не все складывалось, у нас было много снимков смазанных. Сейчас, особенно в солнечный день, у нас с вами все четко в этом плане, смазанность у нас ушла, мы это победили и можете пробовать приближать. Единственное, если вы слишком сильно будете приближать, то качество будет ухудшаться, когда у вас уже не объектив сам будет приближать, а будет приближать у вас, когда уже матрица, то есть цифровое увеличение, то что называется. Знаете, как мы с вами поступим? Вы приближаете не сильно пока что, чуть-чуть приближаете, ну, в пределах разумного, не совсем за километр, ну, если надо на 5 метров что-то приблизить, то приближайте спокойно. А когда мы будем с вами проходить объективы, то мы с вами выясним, насколько можно приближать в вашем фотоаппарате. Дальше. Вот этот снимок, он здесь и контрастный, и цвета сочетаются, и взгляду легко, несмотря на то, что он вроде бы и простой, но он легко смотрится, а те снимки не скомпонованы и смотрятся тяжело. Здесь то же самое, здесь более-менее понятно, как его смотреть, и взгляду становится легче. Вот линейная перспектива, все очень просто, но взгляду есть куда пойти, и все начинает складываться. Возможно, немножечко смазан, я не пойму. Синий оттенок, вы уже поняли, баланс белого, то, что мы проходили, вы можете посмотреть в этом занятии, у вас должна быть где-то кнопочка. Баланс белого, может быть, она обозначается как W, как тут написать, вот так вот она может обозначаться как White Balance, вот такие две буковки могут быть. Эта кнопочка может позволять вам чуть-чуть менять оттенок. Если вы не хотите, чтобы снег был синеватый, а чтобы он был белый, то этой кнопочкой можно поправить. Можно, давайте вы, как найдете ее, мне напишите, и я расскажу, как именно в вашей технике ее можно применять, потому что на телефонах чуть-чуть по-другому, а по поводу вашего фотоаппарата нужно именно конкретно пообщаться будет. Вот здесь, напишите, что вы здесь хотели показать. Я вижу здесь три такие объекта, которые привлекают внимание. Вот это вот один, вот это два, и вот здесь вот такой сгусток, он как на гнездо похож, и почему-то он притягивает внимание. Мне кажется, что что-то там есть, если бы там еще что-то находилось, то привлекает внимание. Но все вместе, оно между собой не сочетается. Плюс у нас снизу еще кусочек, он там торчит, и взгляд в небо. Но если вы взгляд в небо хотели сделать, то все лишнее, значит, как-то убрать надо было, либо чтобы без столба было, либо какая-то композиция должна была бы быть, чтобы, например, взгляд в небо, чтобы слева-справа вот так вот деревья были, и вы смотрите, и взгляд в небо, а вверху вот здесь вот, чтобы небо было. И если вы, а вот так вот, чтобы здесь небо было. А у нас здесь не взгляд в небо получается, а у нас здесь взгляд на вот эту вот империозу или что это. Туда у нас взгляд приходит, не в небо получается. Если вы хотели сделать такой снимок, то я буду ждать от вас взгляд в небо. Новый взгляд в небо, пожалуйста, снимите. Это можно сделать не за ближайшую неделю. Как будете гулять? Просто переснимите такой взгляд в небо, чтобы было это понятно, что вот человек встал, остановился и в небо посмотрел, а там красота, синее небо, и деревья как бы обволакивают ваш взгляд. А здесь нет, здесь немножечко не так у нас. Здесь, смотрите, что здесь у нас. Здесь есть атмосфера, получилось. Вот эти лавочки, которые снегом присыпаны, и вроде как и хочется сесть на лавочку, и не хочется, потому что холодно, и это вот двухметровые почти сугробы снега. Классное место, красиво. И задний план у нас есть, и за задним планом еще один план есть. Но у нас нет чего здесь в должном виде. Правильно, у нас здесь нет композиции. И даже если было бы, допустим, было бы приблизительно вот так, мы бы сняли по правилу третей, то была бы композиция и снимок... Смотрите, когда есть композиция, когда вы выстраиваете по правилам, либо вы осмысленно их нарушаете, эти правила, тогда снимок смотреть легко. Легко смотреть. Понятно, что автор хотел сказать на снимке. Ну, этим снимком, что хотел сказать. И куда направить внимание. И он начинает гармонично восприниматься. А здесь именно композиция невыстроенная немножко ломает. Он и не по правилу третей, и не центральная композиция получается. Вот. Здесь напишите, напишите сейчас сами, что здесь... Что здесь можно было сделать по-другому. Ну, во-первых, вот эта вот машинка, то, что машинка, значит, если она выглядывает, а это задание такое было специальное, не между делом же вы снимали. Если она выглядывает, эта машинка, значит, нужно было сделать маленький шажочек налево, и она бы скрылась, она бы скрылась за этой машиной. Содержание интересное. Вы заметили хороший момент, что полно снега, и машина прям как живая, заваленная снегом. Но наша задача научиться снимать это так, чтобы было интересно, чтобы красиво было. Для этого... Для этого, пока вы не написали, я вам все-таки тогда сам скажу. Для этого нам с вами нужно было оставить больше места сверху. Но для чего нам так много-много снизу? Она немножко... Получается дисбаланс. Можно снизу место меньше оставлять, а сверху добавить. Сейчас здесь не получится так показать, но... Так, секундочку. Правильно получилось. Снизу вот так вот место, а сверху... Даже если было бы вот так, то уже лучше, допустим, было бы вот так. И вам нужно было немножечко присесть, немножечко поменять точку съемки. Вы сняли машину как бы сверху маленечко. Она вот тут кнулась и такая грустная стоит. Может быть, такой прием и уместен был бы. Но у нас задний план какой-то, видите, невкусный получается. Ну, такой отрывистый. Вот эта вот часть у нас на снимке. Вот эти вот все кусочки, они такие... И привлекают внимание, и не делают снимок лучше от этого. Понимаете? Поэтому нужно было поменять композицию и присесть. Вот и все. Вы содержание находите, но не получается его передать. Здесь, пожалуйста, получилось. Молодой человек с блинами. Вот он в центре. Хорошо. Вот он здесь. Скажите, вы с Елизаветой разбирали, да, вот похожие вещи? Я не знаю, она, может быть, по-другому вам рассказала. Я не видел эту запись. Но я считаю все равно, что полезно будет, чтобы я это сказал снова вам. Потому что вам нужно за ближайшие две недели очень-очень сильно подтянуть композицию. Здесь хорошо. Здесь смотрится понятно, куда взглянуть. Понятно. Слева у нас вот это вот получается. Да, разбирали. Хорошо. А это у нас обрамляет. Обрамляет у нас и помогает нам видеть главное на снимке. Видите? Оно все у нас сбоку. Дальше. Майорешки не понял. Это не понял. Еще. Еще точнее. Здесь то же самое. Мы же с вами проходили это. Здесь нужно точнее. Давайте пока... Ну, смотрите сами. Может, я пока жду от вас композиции вот именно по правилу третей. Думаю, что вы на прогулках такие можете снимать. А люди тоже останутся. У нас как бы должок останется. Если вы хотели с ленточкой, с ленточкой хотели, значит, еще нужно было поискать какое-то решение. Плюс внимательнее смотрите за вот этими вот веточками. Что это такое за веточка какая-то? Она прямо у нас на лицо. На лицо она у нас, получается, заслонила нам лицо. Здесь вот красивый закат. И здесь было что поснимать. Нужно было найти ту самую точку. Она у вас близко, эта точка. Я прям чувствую, что близко. Но вот это вот просто невнимательность. Вот эти вот элементы лишние. Точно можно было снять, чтобы фанерного столба, вот части фанерного столба не было. Красивый закат. У нас, получается, передний план здесь есть. Даже если бы это было так, то это было бы лучше и вкуснее. Даже если бы это было так. Просто знаете, что будем делать с вами? Какой-то красивый кантри нашли. И те упражнения, которые мы проходили. С одной точки снимать, с разных точек снимать. Все это нужно вам делать. Увидели что-то красивое? И с одной точки разные композиции. Ищите и снимайте их. И разные точки ходите и снимайте. Их делайте. Это нужно. Теперь смотрите. Вот вы сделали новые снимки. Здесь это не по правилу третей. Это больше центральная композиция. Вот этот камень явно на себя больше внимания притягивает, чем вот этот. Он же правый камень похож. Минерал похож по цвету, как задний план. Плюс к этому. Если вы хотели сделать акцент на камне, то ваш задний и передний план они должны отвлекать сильно. А здесь, смотрите. Здесь у нас... Так, сейчас возьму инструмент. Здесь у нас то, на чем лежат минералы. Очень цветное. Даже намного цветнее, чем правый минерал. Чем цветнее, чем вот этот камень. И на заднем плане тоже у нас, видите, рисунок витиеватый. И здесь еще какая-то штучка стоит. Это все отвлекает. Если вы возьмете эти же камни и придумаете какой-то задний план, чтобы он был не пестрый, то вы увидите, как сильно будет снимок отличаться. Я бы хотел от вас в качестве дополнительного задания еще увидеть какой-нибудь один этот камень или, может быть, композицию из этих камней. Пусть она будет центральная, если вы хотите. Ну, камни были как-то центральная композиция. Больше просится. Но так, чтобы и передний план, и то, на чем лежит главный предмет, и задний план не отвлекали. Здесь они отвлекают, и мы не знаем. Вот этот вот камень у нас, этот минерал, он притягивает к себе, он как бы борется за наше внимание, а все остальное нас оттягивает от него. Вот это оттягивает, вот это все нас оттягивает. А вот правый минерал, он совсем потерялся. Он просто, смотрите, получается, получается, что вот это пятно притягивает на себя внимание столько же, если не больше, чем ваш главный объект. Понимаете? Вот. Смотрите, здесь вы просто сместили, по правилу третей сместили, и, несмотря на то, что у нас пятнышка эта никуда не делась, оно у нас есть, композиция все равно начинает уже, больше начинает восприниматься правильно. У вас взгляд, или взгляд у того, кому вы будете показывать этот снимок, начинает падать больше на камень. То есть вот сюда начинает падать взгляд. И это правильно. Но нужно еще точнее. Я от вас не отстану, пока вы не пришлете такие композиции, чтобы их было приятно смотреть, чтобы прям как нужно было. Здесь. Здесь у вас, задний план у вас здесь более спокойный, в плане цвета, а передний план такой цветной. Поэтому внимание у нас падает, действительно, внимание у нас падает на то, что вы хотели показать. Немножечко нет фокуса, либо немножечко смазанный снимок. Фокуса нет, потому что сзади, смотрите, обои в фокусе, а передний план немножечко не в фокусе. Но точку, точку съемки, смотрите, по поводу приближения. Пробуйте приближать. И когда вы приближаете и немножечко назад отходите, задний план будет, он по-другому будет восприниматься и немножечко будет размываться сильнее. Попробуйте так сделать. И легче, к тому же, будет легче навести фокус. Пробуйте потихонечку начинать приближать. И несмотря на то, что у нас передний план цветной, а задний достаточно спокойный, все же, все же, вот эти все, все эти рисуночки, все эти завитушки, они отвлекают. Они нас отвлекают. Вам нужно попробовать разок сделать так, чтобы вот главный объект, он притягивал внимание, а задний план вообще не отвлекал. Это нужно сделать. Вот здесь лучше намного, видите? Передний план, то есть главный объект у вас сильнее, он у вас сильнее, и задний план перестает вас, перестает нас сильно отвлекать. Лучше начинает сочетаться, потому что сам по себе цветок, он более сильный, и он больше места на снимке занимает. Но, что касается макушечка, макушечки внимательно, плюс попробуйте вот эту вот вещь сделать. Чуть-чуть приблизить, и отойти дальше. Закомпоновать, чтобы и снизу немножечко места оставалось, и сверху немножечко места оставалось, и дальше отойти. Мы, когда объективы пройдем, а это уже вот совсем скоро будет следующее занятие, не через одно занятие будет, я расскажу некоторые нюансы, еще кое-какие особенности. В вашем случае это намного важнее, потому что у вас приближает, сильно приближает у вас фотоаппарат, объектив фотоаппарата. Так. Ну, здесь похожая ситуация, похожая ситуация у нас. То же самое. Здесь по правилу третей, но как и на первом снимке, вот эти все пятна, вот эти все пятна нам просто не дают насладиться главным объектом. И я бы размещал его не вот в этой точке, а вот в нижней, в нижнем правом пересечении линии. Несмотря на то, что эта точка более сильная, все-таки здесь просится, чтобы над нашим минералом было место. Снизу места в таком большом количестве не очень оправдано, а сверху оно может быть. Здесь есть в этом смысл, чтобы оно было место сверху. Ну, то же самое. Поэтому, поэтому вы могли заметить, что ваши снимки, как они сделаны по правилам, отличаются от тех фотографий, как, например, вы сняли в Москве. Потому что вы их делали по правилам. Здесь нам важно, чтобы вы научились видеть и применять эти правила, то, что вы проходили. поэтому за ближайшую неделю вам нужно сделать семь фотографий, чтобы по правилу третей они были, чтобы строго по правилу третей, чтобы и снизу место было столько, сколько нужно, и сверху место было столько, сколько нужно. Следите за точкой съемки. Слишком высоко не снимайте. Если есть возможность чуть присесть или найти какую-либо такую точку, чтобы сниже, если оно смотрится чуть ниже, если смотрится лучше, то пробуйте. За задним планом очень внимательно смотрите, чтобы он и не отвлекал содержанием своим, и цветом не отвлекал. Если там мужчина стоит какая-то, видите, помните, у нас машина выглядывала из-за другой машины, она нам не нужна была. И, как вот вы минералы снимали, чтобы цвета тоже яркие сильно не отвлекали нас от главного объекта. То есть смотрите за тем, как распределяется внимание. И при этом, при всем применяйте те два приема, которые мы проходили на первых занятиях. Вы нашли какое-то место красивое, у вас получается, вы находите красивые места или какое-то красивое содержание, у вас везде есть, у вас и машины, и лавочки, и птицы, везде есть что-то интересное. Не получается это снять так, чтобы вы показывали, я любовался, пока не любуюсь. Поэтому нашли какое-то место с одной точки, вот вы где встали, попробуйте разные композиции, чуть больше места сверху, чуть меньше места сверху, левее, правее, поищите, вы найдете. После этого походите и поищите новые точки, откуда можно это снять, так, чтобы еще лучше получилось. поснимали, та же машина стоит, сняли ее, здесь встали, сняли, посмотрели, выше, ниже, хорошо, отошли на 2 метра или на 5 шагов отошли дальше, посмотрели, может быть, отсюда лучше, может быть, на один кадр, который вы увидели, вы снимите 15 или, может быть, 20 фотографий, но какие-то из них будут лучше, и когда мы с вами их сравнимим, то вы увидите, что эти снимки получились лучше, а эти хуже, и вы начнете понимать, почему, понимаете, напишите мне, напишите, пожалуйста, поняли ли вы, что нужно будет сделать, это очень важно, потому что мы отстаем, мы с вами отстаем от остальной группы по композиции, по техническим моментам, мы, в общем-то, не отстаем, если что, я вам всегда смогу дополнительно что-то подсказать по технике, по камере, по композиции отстаем, нужно, нужно подтягивать, хорошо, поэтому в итоге нужно сделать семь фотографий, но для того, чтобы этих семь фотографий сделать, вы можете снять хоть пятьсот, сколько снимете, но мы отберем семь, и пока мы с вами отбираем, в общем-то, можете, то, что у вас получается, как у вас будет получаться, мне присылать, вы снимаете с одной точки, поснимали с других точек какой-то красивый объект, что получилось, можете присылать, мне показать, сказать, Василий, вот я вот поснимала, посмотри, вот этот снимок же явно лучше, чем остальные, я скажу, конечно, Светлана, вот этот снимок лучше, чем остальные, вы сами видите, все, мы закрепили с вами этот момент, а вы другой объект точно так же сняли, и так, я думаю, что мы с вами закрепим, у нас эта неделя, следующая неделя, есть у нас возможность закрепить, поэтому ближайшую неделю не расслабляйтесь, если в день хотя бы один объект будете снимать, вот таким вот образом, чтобы вот прям искать самую лучшую точку, и смотреть за задним планом, может быть, что-то менять, чтобы один снимок получался в день, но такой, какой нужно, то за 7 дней сделайте 7 красивых фотографий, Светлана, если есть какие-то вопросы, то задавайте, 20 минут у нас не получилось, но ничего, ничего, это было полезно для нас с вами так пообщаться, и очень-очень жду, очень жду снимки, снимки, чтобы композиция была, так, напишите, пожалуйста, мне, напишите, пожалуйста, мне, есть ли какие-то дополнительные вопросы ко мне, так же, так же, так же мы в следующий раз можем попробовать, хорошо, все, хорошо, тогда, тогда запись будет, я вам запись перешлю, может быть, вам в личные сообщения, просто запись перешлю, чтобы она у вас там была, и все, жду от вас фотографий, каждый день нужно, вот в течение семи дней надо хотя бы одну красивый, один красивый снимок за день делать, но на одного красивого снимка может потребоваться вам сделать 10, 15, или 50 фотографий, не знаю, как будет получаться, но один красивый снимок каждый день я от вас буду ждать, все, тогда хорошего вам дня, не переживайте ни о чем, просто нужно чуть-чуть, чуть-чуть подсобраться в плане композиция, все, до свидания, Продолжение следует...